Мечтаете о модном дизайнерском колье, но без ущерба для семейного бюджета? Ну что же, Олечка Волкова прямо сейчас расскажет, как своими руками сделать колье, словно у французского дизайнера, но в разы дешевле. Оленька, здравствуй! Оленька! Кстати, прекраснейшая идея, потому что Рома Медный рассказал нам, насколько модный колье в этом сезоне. И каждой из нас захотелось, чтобы колье вот здесь вот висело на шее. Но я вижу, что вот это вот великолепное колье ты принесла, и это верный признак того, что ты сделала его своими руками. Абсолютно верно, и как раз все тенденции, о которых говорил Рома, мы соблюдаем. То есть текстильное колье в этно-стиле как раз у нас сегодня и будет. Ну что, мы на какого французского дизайнера равняемся, и какие там цены у него? Я недавно перед тем, как делать это колье, пролистывала разные журналы новых дизайнерских веяний и обращала внимание на известного французского дизайнера Надю Дафри. И это колье. Там целый ряд был колье. Стоили они от 115 евро. Ну, я, конечно, оценила эту стоимость. Ну, да. Но вот это колье мне обошлось в 40 гривен. Итак, 40 гривен и 115 евро. Разница в цене очевидна. Внешне, насколько мы уже убедились, это выглядит практически одинаково привлекательно. Мне даже твое больше нравится, потому что как-то повеселее. Ну, сомнения по поводу того, что мы сами сможем такое изготовить, я сразу отбрасываю, потому что Олечка, если что-то и приносит, нам показывает, то сразу и учит, как это делать. Так что приступаем. Абсолютно верно, сразу и приступим. Если у вас есть дома материалы, которые можно использовать для этого колье, то вы еще больше сэкономите. К примеру, я взяла вот такую яркую ткань. Это трикотаж. Он отлично тянется, цвета совершенно летние. И желательно для того, чтобы колье было и не перегружено по цветам, но достаточно ярко, использовать два цвета. Первый мы будем использовать вот такой вот яркий. Нам надо отрезать полосочку порядка 10 сантиметров. Шириной? Да. Мы будем ее складывать вдвойне. Вовнутрь мы будем класть бусинку. Потому обращаю сразу ваше внимание, что вот у меня вот такого размера бусинка, которая будет у нас основным таким элементом. И от диаметра этой бусинки мы будем отталкиваться, какой отрезок нам надо брать. Я беру 10 сантиметров, мы будем шивать его, соответственно, у нас будут небольшие подвороты, но бусинка у нас отлично туда поместится. После того, как мы сделаем шовчик, то у нас образуется вот такая вот полосочка, и она вот как тоннельчик. То есть мы как раз туда вовнутрь и можем поместить наши бусинки. Теперь, Наненька, я тебя попрошу мне помочь. Я с удовольствием. И, кстати, у меня получится, потому что такую методику изготовления бус мы с Олей уже осваивали. Для начала мы будем одевать маленькие бусинки серебряного цвета, это будет центр нашей нити. Я тоже? Да, одеваем сверху эту бусинку. Теперь я даю тебе бусинки, сразу берем по две, и сразу две помещаем вовнутрь. На самом деле, действительно, бусы очень яркие. Когда Надя Дафри делала эту коллекцию... Моя тёжка. Да. То она была вдохновлённая Африкой. И действительно, мы видим, что похожи на какие-то вот такие африканские племена, носят такие большие массивные колье, достаточно яркие. И это колье напоминает нам отголоски Африки. Теперь нам ниточкой надо перевязать промежутки между нашими бусинками. Нам надо будет так проделать между всеми бусинками. Итак, это начало, и, соответственно, точно так же мы продолжаем, продолжаем, продолжаем и нанизываем все бусинки, которые у нас есть. У нас получится вот целая нить. Я уже её подготовила, чтобы мы могли сразу посмотреть, как она будет выглядеть. Конечно, нужно сразу определиться, какой длины вот эти вот бусы будут, и, исходя из этого, уже длину материала брать. Абсолютно верно. Мы сразу промеряем, можем взять просто сантиметровую ленту и сразу по себе померить, какой длины нам необходима вот первая нить. Мы понимаем, что дальше у нас будет ниже и ниже образовываться полосы. Первая у нас готова. Готова. Ещё один такой нюанс, что посерединке у меня есть кисточка. Это, на самом деле, отрезок кожи. Можно брать даже замшу, любой плотный материал, даже фетр подойдёт для такой кисточки. Эту кисточку мы поместим посерединке. Какие варианты ещё могут быть? Мы видим на нашем колье, что есть ещё одна полоса, точно такая же яркая, но плотная. О! Да, то есть эта полоса держит форму, достаточно упругая, создаёт такую массивность. Её мы делаем точно так же, туннельчик, который мы только что использовали, отрезок ткани, который прошит у нас. И вовнутрь мы помещаем верёвочку. Это может быть обыкновенная хлопковая или льняная верёвка. Диаметр тоже зависит от того, насколько вы хотите, чтобы толстая получилась ваш ободочек. Так здорово, у нас африканские мотивы. И вот этот элемент колье похож на удава. Ещё принт такой необычный. И мы просто аккуратно помещаем верёвочку вовнутрь. Верёвку я покупала в магазине быта. Она стоит достаточно дёшево. Обычно это мне ещё для белья используют, для разных таких вот бытовых моментов. То есть не обязательно это должен быть магазин фурнитуры или магазин тканей. Дальше идём. Приступаем к бирюзовому отрезку. Тут я уже покупала ткань. Это обыкновенный трикотаж. Как мы уже оговаривали как-то, это такой холодный трикотаж, который скользит. И что нам необходимо больше всего, это то, что он скручивается. Сейчас покажу, как это работает. Тянем в обе стороны. И он у нас аккуратно-аккуратно закручивается. У нас получается полосочка. Её не надо обрабатывать ни швом, ни дополнительным каким-то клеем. Точно так же, как и в первом случае, вы можете брать больше отрезок. Соответственно, полосочка будет получаться шире, толще. От 10 до 12 полосочек достаточно для такого колье. То есть у нас два массивных элемента. И 10-12 вот таких потоньше. Вот этот как раз принцип мы использовали, когда колье из футболок делали. Абсолютно верно. И это хороший вариант для того, чтобы не покупать ткань. Вы можете взять также старую футболку. Олечка, а что ты вообще такого самого необычного переделывала? Ты знаешь, самое необычное, что я переделывала, это было моё небольшое платьишко. Не то, что это было необычное, это просто было очень приятно-неприятно, скажем так. Потому что возникла идея у меня переделывать этот сарафанчик, это маленькое платьишко, после того, как я прихожу домой. А мой Ваня с торжественным видом вручает мне открытку. А на открытке элементы текстиля выложены красивыми цветами. Ты сразу узнала свой сарафан? Конечно. Я смотрю и вижу, это моё платьишко. Ну, как бы и Ваньку не хочется расстраивать, ведь он очень сильно старался, хотел меня порадовать. Но я не унывала. И, конечно же, остатки того, что осталось у меня после открыточки, я переделала в бусы. Это тоже были оригинальные симпатичные бусы, но вот так вот такое воспоминание у меня есть. И теперь последний элемент, который нам надо сделать, это фиксатор. Прежде чем мы узнаем, как же нужно делать и крепить фиксатор, давай выпьем кофе. После такой захватывающей истории, это же надо, из платья целые бусы получились. Нес кафе. Первое правило утра. Ну, немножко подзарядились, можем продолжать. Фиксатор? Фиксатор. Это такой вот элемент, продается он в магазинах фурнитуры, в магазинах для бижутерии. Итак, для начала берем наши бусы с бусинками и затем наши тоненькие. Желательно перед тем, как мы будем их фиксировать, зафиксировать их иголочкой с ниточкой, чтобы они не распадались, не ездили, никуда не смещались. Мы берем и просто обычным наметочным швом придерживаем их все вместе. Лишнее отрезаем и теперь нам надо зафиксировать нашим крепежом. Мы аккуратно одеваем и максимально все края стараемся спрятать вовнутрь. Мы прям делаем это иголочкой, можем помогать себе и затем берем плоскогубцы и сильно-сильно зажимаем. Здесь мы скрепили несколько элементов, у нас их три, но 10-12 будет выглядеть вот так, как на нашем колье. Фиксатор тоже недорогое удовольствие, порядка 40 копеек стоит два фиксатора. Сначала мы сделали один фиксатор и затем мы отмеряем, на какой длине должны быть остальные наши полосы. Можно это делать на подруге, можно на манекене, можно просто аккуратно разложить на столе. И, соответственно, после того, как мы понимаем, какой они должны быть длины, мы лишнее отрезаем, убираем. И только после этого фиксируем фиксатором вторую сторону точно так же. Ну и затем дело остается за малым, нам надо прикрепить крючочек. После этого бусы наши будут готовы, мы можем их одевать и хвастаться подружкам. Это делать достаточно легко, если будете использовать домашние материалы, которые есть у вас в доме, то обойдет это совершенно недорого. А сиять будете ярко, красиво. Абсолютно согласна, вы будете самыми модными. И при этом можно же фантазировать и делать чуть ли не каждому наряду оригинальное неповторимое колье. Спасибо тебе огромное, Оля. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Оставляй комментарии и делись ими с друзьями, ведь наши советы делают твою жизнь проще и ярче. А чтобы быть еще ближе, подпишись на рассылку нового видео. И все будет добре! Субтитры создавал DimaTorzok